Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» вынесла на рассмотрение палаты законопроект, который ограничивает торговые наценки на социально значимые продукты питания. Согласно документу, наценка не может превышать 15%. Несправедливо, когда в структуре ценообразования львиная доля принадлежит не сельхозпроизводителю, а перекупщику и продавцу. У сельхозпроизводителя молоко может закупаться в среднем по цене 12-15 рублей за литр, а цена упаковки на прилавке доходит до 75 рублей. То есть торговая наценка в таком случае составляет 400%, поясняют депутаты. В странах Евросоюза и в США, по данным «Справедливая Россия», цены на этот сегмент товаров находятся под жестким контролем государства на протяжении всей цепочки реализации товара. В советские годы максимальная торговая наценка составляла 12%, а на социально значимые продукты – 8%. Кроме того, члены фракции «Справедливая Россия» предлагают вернуть в уголовное законодательство конфискацию имущества у лиц, признанных виновными в получении взятки. Восстановление данного вида наказания полностью соответствует принципам международного права, считают депутаты. Для более эффективной борьбы с коррупцией «Справедливая Россия» предлагают вернуть конфискацию в качестве санкции. Они считают, что восстановление конфискации имущества в системе мер уголовного наказания позволит более эффективно бороться с преступлениями коррупционного характера.